Привет! Сегодня 16 апреля 2020 года. Хочу объединить вот эти две семьи. Это два отводка, слабенькие. В данный момент после потравки они еще слабее стали и я решил их объединить. Вдобавок улей номер восемь. Матка затрутнивела. Расплод пестрый идет. Заодно усилю и поменяю маткой где номер 16. Там хорошая матка. Объединять буду каким образом. Между улей синий я сдвину, а зеленый уберу, чтоб летная пчела залетала в один улей. Сейчас в улей номер восемь уберу матку, трутовку и буду объединять. Посмотрим, что в этой семье. Делал ревизию. Чистил донни от подмора. Пчела как-то есть, но маловато. Все-таки матку я сейчас убираю и объединяю эти два. Потому что ночи холодные. Расплода много. Греть его некому. Расплод могут застудить. Поэтому надо объединять, чтоб сильней семья была и было кому греть расплод. Матку я нашел сразу на крайней рамке. Вот она ходит. Матку забираю в приманку для роя. Все. А в эту семью теперь буду ставить расплод. С того уля. Вот достал вторую рамку. Видите? Трутня сколько? Это пчели на ячейке. Поэтому матка затрутневела. Здесь пчелиный расплод, здесь трутовый. То же самое здесь. Но потом буду вырезать. Сейчас уже вечер. прохладно. Навожу порядок. Все. Рамки сдвинул. Все с расплодом тут. Три-шесть рамок с расплодом. Сдвинул на сторону. Приготовил место в той семье. И потом этот улей сдвину туда. Теперь сейчас перехожу на эту семью. Смотрю, что здесь. Смотрим, что здесь у нас. Здесь семья посильней. Вернее послабее. Здесь пять рамок расплода. Придется куда-то рамку в другую семью уложить, потому что не умещается. Объединять буду без всяких запахов. Просто дымом обдам и переставлю в другой улей. То же самое. Этот улей тоже. Дымка под дымом. Желательно делать все быстро, потому что вечер прохладно. Ладно. Таким образом я... Видно, нет? Чуть-чуть видно было. С улей улей. Переставляю расплод вместе с пчелой. Пчелы мало. Расплод выходит. Должна быть где-то и маточка тут. Самая главная. Вот это с летной пчелой и вся пчела. Это маловато. Хотелось бы увидеть матки. Ну, в принципе, расплод есть. Свежий. Значит, матка есть. Третья рамка расплода. И еще одна. Это все в расплоде. Челы нету. Поэтому будем сюда усиливать. Получился полный корпус. Вот эту ранку другую семью. Тут тоже расплод, но его тут немножко. Вот он. Сюда уже не вмещается. Таким образом у нас получилась... Получится одна семья. Так. Ну, вот тут немножко пчелы осталось. Сейчас я его тряхаю. А сначала улей синий передвигаю. Так. Ну, вот тут. Показываю наглядно. Может кому пригодится. В принципе, все как обычно. Вот таким образом. Вот. Чтоб не потерять летную пчелу. Для этого вот так вот мы делаем. Чтоб с обоих семей сейчас будет еще пчела возвращаться. Сейчас седьмой час вечера. И она будет в этот улей заходить. Еще раз запах никакой. Чисто дымарем подымил. Сейчас весна. Пчелы хорошо соединяются, объединяются. И получилось у нас 10 рамок расплода сейчас в этой семье. Уже эта семья. Нет водок. Ну, потом покажу, как я второй корпус им буду подымать на развитие. Все. Теперь я собираю. Ну, конечно, потом проверю. Трутня срежу. Сегодня прошли сутки, как сделал я объединение. Хочу посмотреть на наличие матки. Ну, я не сомневаюсь, что все хорошо. Ну, заодно буду ображать трутня. Потому что там был горбатый расплод. И заодно проверю, как матка живая или нет. Пчелки работают потихоньку. Погода, правда, прохладенькая. Ветра холодные. Как говорится, все не для пчел. Начнем. Что, опрызать трутня и сегодня поставить в кормушку. Так как летной пчелы мало, а расплода много. По возможности, старый мед я убрал. Где был свежий напросок, то, что мог быть с отравой. Но в этой семье пчела сыпаться перестало. Меда нету старого. Так, вот тут расплод у нас. Немножко им дам сиропа. Пока ветер, холодная погода. Так, пока поищу матку. На третьей рамочке нашел матку. Не знаю, видно, нет. Вот она ходит. Вот она маточка. Все хорошо. Приняли без всяких проблем. Никакой бойни не было. Все. Ну, а теперь сейчас буду с ним трутня срезать. Ну, а здесь вот он, трутень. Это пошло со второй трерамки. С горбатым расплодом. Значит, пчелу струхую. Желательно буду беру ножик. И заодно проверю клеща. Если клещ есть, его здесь будет много. Ну, таким образом. Трутень уже на выходе был. Ну, так не видно. Сейчас буду еще больше смотреть. Ну, визуально клеща не видно. Вот таким образом срезая. Пчелки почистит. Долго не буду, потому что прохладно. Таким образом. Все. После того, как я обрезал трутня. Обрезки все я на пасеке не оставляю. В дымарь ложу. Сложу пленочку. С ветерок. Таким образом. У меня пленка была. Я вырезаю такие карманы. И ставлю кармашек под кормушку. И вот так вот. Вот таким образом. Здесь речки положил. Потому что, я еще раз говорю. Лед на пчелы мало. Расхода много. Надо дать немножко помощи. И семья будет развиваться. Это хорошо. Ну, все. Всем пока. Всем удачи.